Последний раз наша съемочная группа была в Горках 2-х в декабре прошлого года, когда здесь только начиналось строительство. Сегодня уже можно оценить масштаб проделанной работы. Реконструкция стадиона идет с опережением графика на несколько месяцев. Подрядчик быстро и качественно выполняет работу. Открытие этого важного спортивного объекта запланировано на конец августа. На день поселения здесь пройдет первый футбольный матч. Вы планируете какую-то детскую школу здесь размещать? Безусловно, да. Мы хотим здесь начальную футбольную школу до подросткового возраста. До того момента будем выращивать футболиста, до тех пор, пока ими не будут интересоваться серьезные клубы. На площадке перед стадионом также планируется устраивать сезонные ярмарки низких центров. Глава района уверен, что совсем скоро стадион станет важнейшей точкой роста для горского поселения и главным объектом протяжения для его жителей. Это ультрасовременный стадион. На нем можно будет играть как в хоккей, так и в футбол. Причем сам стадион соответствует всем европейским стандартам. А еще здесь можно будет заниматься и другими видами спорта, а также проводить различные культурные мероприятия, фестивали, концерты, праздники. Под стадионом расположился паркинг. Почти на 180 машин и мест. Жители близлежащих домов и не только смогут пользоваться автостоянкой за приемлемые деньги. Вторая точка сегодняшней инспекции находится в Одинцово, на улице Говорова, 10. Здесь наоборот, работы ведутся с существенным отставанием от графика. Уже почти месяц, как физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть сдан. Но по вине подрядной организации строительство затянулось. Андрей Иванов считает недопустимым срыв графиков строительства социальных объектов. Тем более тех, которые являются частью губернаторской программы «Наша Подмосковья». И на две трети финансируются из бюджета Московской области. Всячески будем стимулировать подрядную организацию выполнить свои обязательства в уже измененный срок 30 июля. Этот фок будет приспособлен для волейбола, баскетбола. Здесь есть зал для единоборств. Здесь можно играть в мини-футбол и так далее. Очень оптимально спроектированное сооружение для различных видов спорта. И это учреждение, конечно, ждут наши жители. Чтобы обратить внимание, фитнес-центры, фитнес-залы открываются как грибы. А вот таких социально направленных, бесплатных, муниципальных услуг у нас, конечно, в городе Одинцово, в Одинцовском районе недостаточно. Очень важно, чтобы объект был достроен и открыт в самое ближайшее время. Глава обещал принять все необходимые для этого меры и лично держать ситуацию под контролем. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.